Мы выходим из нашего отеля и сейчас хотим на автобусе поехать в центр города, в старый город. Но встретили только что ребят наши из Белоруссии, но они говорят, что там делать нечего абсолютно. Цены дорогие, все дорого, фрукты дорогие, одежда тоже дорогая, то есть практически негде погулять. Но поедем посмотрим. Побывать в Китае и не увидеть их музею. Да, мы здесь всего лишь два дня, потом мы уедем отсюда из этого города. Поэтому поедем посмотрим. Автобус стоит 1 юань, сдачи не дают, поэтому нужно с собой мелкие деньги всегда иметь. Мы на ресепшене поменяли заранее. Такси, кстати, из Силтона туда, в старый город, стоит 30-40 юань приблизительно. Вот наш автобус, 87-й. На котором мы доедем в самый центр города. Входим в автобус, есть такая штучка для оплаты. Кидаешься за денежку и потом только проходишь. И можно карточку. Да. В общем, водители на английском здесь не понимают вообще. На русском, тем более, нам на китайском написали, как называется наша остановка. Потому что все на китайских иерогликах прочитать невозможно. И ехать нам довольно-таки далеко, минут 20, наверное. Это нам четко, да, вот четко, остановки четко на китайском объявляют. Я все понимаю. Я тоже. Мы переезжаем Большой мост. И на другую часть города, куда-то мы уже уезжаем через реку. Примочная зона. Мы вышли на остановке, где водитель на автобусе. там подсказал. Здесь такой движняк, куча этих скутеров. Мы не знаем, как дорогу пилить. Их не сотни тут, просто сотни. Блин, смотри, я хотела перейти на ту сторону. Реку посмотри. Смотрите, что делается. Просто капец, я такого никогда не видела. А ты там шла. Да что? Мы будем когда в санье. И мы там тоже будем брать скутер напрокат. Но я не знаю, с таким движением. И с моим пузиком меня уже это смущает. Их просто здесь сотни. И вот мы вышли на какую-то набережную. Кстати, вот я не знаю, как река называется. Но мы сейчас находимся в самом центре Хайко. Сейчас пойдем изучать местные достопримечательности. Рынок, магазины, продукты, людей и все остальное. Смотри, какая-то башня. Ага. Самое страшное здесь для меня, это перейти дорогу. Просто они это всюду, эти скутера. Боишься не машин. Боишься вот таких вот китайских водителей на мотоциклах. Надо просто идти как тараканов взбивать на воде. Чпак, чпак, чпак. Чпак. Да все нормально. Местные ходят, даже не обращают на них внимания. Местные вообще не смотрят абсолютно. А я смотрю. Вот мы вышли на улицы старого города. Здесь куча магазинчиков с одеждой, с всяким барахлом китайским. Нас, в принципе, одежда не интересует. Мы хотим покушать, что-то взять на вечер. Фрукты хочу и морепродукты. А магазинов действительно сотни. Целая улица вот такая. Она здесь начинается. Их много таких улочек. Мы вышли на местный маленький фруктовый рыночек. И здесь все цены за полкило идут. Вот эту вот хрень мы в Таиланде с кумой кушали. Она такая вкусная. Я забыла, как это называется. И сегодня мы будем ужинать манго. Мясо. Манго. Мясо. У меня разгрузочные дни. Сколько взять? Два? Да, возьми два. Вдруг мне не понравится. Возьми три, ладно. Возьми три. И вон еще вот этот вот. Да? Да. А, это как софтное молоко. Короче, вот это вот этот тростниковый сок. Сейчас нам будут его давить. Не знаю, что-то я заказал. Какие-то палки. Вот этот тростник, скорее всего. Вот этот тростниковый сок, они его упаковывают, трубочку вставляют. А по вкусу, сейчас я вам скажу. Фритер на сладкое с каким-то таким привкусом, я даже не могу объяснить. А, засыпать можно. Но так, чтобы я была в восторге, я не скажу. И вот мы взяли манго. Здесь, наверное, килограмма полтора, потому что нам вышло 15 юаней. На такую улочку. Туристов вообще здесь нет. Да, одни местные. И здесь продают все, что угодно. Начиная от фруктов, заканчивая жареными каштанами, морепродуктами. Из туристов здесь мы одни, походу. Это не готовят, можно взять. Я знаю, можешь это взять с собой, но я не знаю, хочу это или нет. Вот какие-то ракушки она раздевает, сразу готовит. Маш менталитет, понимаете? Хочу что-то попробовать, что я ем, я не знаю. Но это я буду, да? Не-не-не. Это соевый соус. И вот есть еще чьи-то когти. Боже, да что страшно. А это сколько стоит? 1 кай. Еще один. Что это? А это тоже один. Вот такие вот сотни здесь улочек, китайские кварталы. Не туристический Китай. Здесь одни местные из туристов. Вообще я сегодня не встретила никого. Одни мы. Да. Но я уже научился. И вечером здесь все эти улицы оживают, народ выползает, кушают, едят прям на улицах, что-то покупают, продают, овощные рынки. Вот мы рынок с морепродуктами еще до сих пор не можем найти никак. Очень много магазинов с дешевой этой одеждой китайской. Но уже муски не покушали. Ну ты гадость. Сожрал, да? Муски, пупки какие-то, брая уже съела. Я не могу. У меня сейчас вообще токсикоза нет, но у меня еще отвращение ко всему такому. Подозрительно стрёмному, поэтому когти курочек, пупочки я не хочу точно. Вот мы нашли еще одну улочку, где очень много кафешек, все едят, и можно взять с собой, что мы сейчас и сделаем. Что-то выберем на ужин к нам в отель. Я хочу именно местное что-то. Не хочу мяса, не хочу курицу, хочу местное китайское. Мы очень долго объясняли, чтобы нам вот эти пельмешки упаковали с собой в судочек. Потому что я сейчас кушать не хочу, а дома вечером мы поужинаем. Вот их вот готовят, варят, привозят. Должно быть вкусно. Там с собой насыпают. Ну ты будешь пробовать снимать первое, с этого блюда. Вот как их сейчас донести, чтобы оно по пакету все не распихачивать? Они сейчас за кусочкой художественной. И у тебя, кстати, кафешка, где одни местные кушают. Все, китайских пельменей в супе мы набрали. Там, кстати, палочки идут вот такие, это все естся палочками. Да, суп будем палочками есть, учиться. Мы приехали из центра города, я такая голодная. Посмотрели отель, побывали на море, съездили в старый город, закупились. А теперь по-богатому будем пушать. И не просто так, а вот, то, что мы показываем вам. Есть пельмени, суп с пельменями. И на слоника у нас будет... Манго. Манго. Кстати, пельмени китайскими палочками я еще никогда не плачу. Да, и суп будем тоже хлебать китайскими палочками. Я не знаю, правда, как это делается. Боже, они еще не учебные. Здесь нет учебных, да? Здесь учебные вилки могут быть. Сейчас кач. Да, всем приятного аппетита и до завтра. Я не могу палочками. Вкусно. Очень. Здесь какая-то специя такая специфическая. Я не знаю, что это. Это очень вкусно. Зелень порезанная, лук рубленный. И пока мы доехали, ехать довольно-таки далеко, километров 20, наверное. Даже не остыла ни капли, горяченькая все. Мы когда обратно ехали, нашли здоровый торговый центр с морепродуктами. Да, си-фуд, огромный-огромный супер-гипермаркет. Я думаю, что там может быть и рынок какой-то есть тоже с морепродуктами, где они при тебе готовят, и можно что-то с собой взять. Вот туда завтра хотим вечером еще попасть. Все, а на сегодня наши мероприятия закончили. Всем пока. Всем спокойной ночи. До завтра. Мы возвращались в отель свой и вышли раньше, потому что увидели здесь вот большой мир морской. И мы хотим зайти посмотреть, почем морепродукты, и может быть что-то с собой возьмем в отель, и дома уже поужинаем. Потому что я сегодня так чуть переутомилась, и кушать где-то в ресторане сейчас просто не могу уже сидеть. Вот мы все-таки вышли на этот рыбный рыночек. Здесь все живое такое плавает. Можно выбрать и занести куда-то, чтобы тебе приготовили. Морские ежики здесь продают. Я не знаю, что. Что мы возьмем? Не знаю, выбирай. Устрицы. Горганский лобстер. Смотрите, какой. Ежи вот эти вот. Но это можно в санье поедить. А вот какие страшные ежики. Я в Турции на такого наступила. У меня температура 39 была. В общем, рынок огромный, и мы не знаем, что взять. Я хочу каких-то креветок, чтобы сейчас купить, занести в кафешку, чтобы при нас их приготовить. Ну, нужно кафешку найти. Говорила мама, учи английский. Да, да и не разговаривают по-английски. Учи китайские, да. Рыба цветная, зеленая. А вот угорь. Мы зашли в местечковое кафе, но это, короче, полный трэш какой-то. Они не понимают нас, они не понимают ни слова по-английски. Мы, наверное, минут 20 объясняли, какие креветки мы хотим, что их нужно приготовить. И что мы хотим забрать их с собой, эти креветки. Ну, самое интересное, это узнавание цены. Я спрашиваю, сколько стоит, они мне какие-то иероглифы расписывают цену. Мы ей говорим, цифры напиши, уже пишем пример, как. Они все с нас смеются, ржут. Короче, мы для них гуманоиды. Сейчас мы сидим, ждем, нам приготовят эти креветки. И уже поедем на автобусе в наш отель и там покушаем. Потому что я хочу уже лечь. Просто усталость сегодня. На сегодня нам путешествий хватит. Вернулись в отель, вот такие вот креветки нам приготовили. Получается, они с рисовой лапшой идут. Их полкило идет за 100 юаней. Но вместе с лапшой вот мы взвесили потом ради интереса на рынке. Получилось почти килограмм, 900 с чем-то грамм. Сейчас будем ужинать и спать. Завтра вставать рано. Мы завтра в 5 утра, наверное, поднимаемся. Завтракаем и будем ехать уже в санью. Завтра вставать рано. Продолжение следует...